В этом выпуске мы сделаем краткий обзор первой партии тайбрейка между Магнусом Карлсоном и Фабиано Каруаной. В английском начале на четвертом ходу черные рокировали в короткую сторону. К равной игре вел вариант со взятием на c3. Давайте вернемся к партии. Короткая рокировка. Конь e2, c6, слон g2, a6, 2-0, b5. И черные, и белые уклонились от основных вариантов дебюта. d4, подрыв в центре, d6. Взятие ed было бы хуже. У белых выведены все фигуры, а черные остают в развитии. В партии было d6, a3, слон бьет на c3, конь c3, bc, de, dd, конь a4, слон e6, ферзь бьет на d8, ладья d8, слон e3. У черных лишняя пешка, но практически отсутствует контр-игра. Белые фигуры активно действуют по черным полям в лагере противника. Конь d7, f3, ладья b8, ладья c1. Вокруг слабой пешки c4 начинают сгущаться тучи. Ладья b3, ладья e1, конь e8, слон f1, конь d6, конь b5, конь c5. Двойной удар. Брать коня нельзя из-за мата по восьмой горизонтали. Ладья b2, конь e6, fe, слон бьет на c4, конь d4, слон бьет на d4, ed, слон e6. Если ладья бьет на d4, то король f7 и король h1. Этот тонкий ход найти за доской в цейтноте достаточно сложно. Если ладья d1, то конь e5, ладья бьет на d8, конь f3, шах, король f1, конь h2, шах, король g1, конь f3, шах, ничья. После же король h1, идея с конь e5 не проходит. Черные вынуждены уйти в глухую оборону. Ладья b8, ладья d1, король e7. Но белые не увидели этот вариант и сыграли слон бьет на e6, шах. Король f8, ладья d4, король e7, ладья d7, ладья d7, слон d7, король d7 и ладья d1, шах, король e6. Получилось ладейное окончание, где король белых отрезан по второй горизонтали, а у черных имеется проходная пешка c. При правильной игре партия закончилась бы в ничью. Но черные находились в сильном цейтноте к этому моменту. После маневрирования на тридцать седьмом ходу, коруана допускает промежуточный шах, ладья e7. Черный король не может оставить пешку f5 без присмотра, поэтому вынужден взять ее, король f5. И после ладья бьет на g7, король f6, ладья g5, а5, ладья бьет на h5. Белые получили две связанные проходные пешки и довели партию до победы. После этой партии счет в матче стал 7-6 в пользу Карлсона. Смотрите следующий выпуск, в котором мы разберем основные моменты второй партии тайбрейка.